так друзья всем доброго дня сегодня у нас такая темка переполюсовка аккумулятора как метод его восстановления меня часто просят прокомментировать эту тему мое мнение там и так далее и тому подобное в общем я что хочу сказать сам лично я переполюсовывал старые свинцовые наши еще ссср-овские аккумуляторы но новые аккумуляторы я последнее время не переполюсовываю потому как качество иногда просто ниже плинтуса и переполюсовывать их нет никакого смысла почему вы дальше поймете и так давайте для начала определимся что такое переполюсовка как мы знаем что у нас аккумулятор есть минусовые пластины это вот они свинцовые сделаны так вот напишу свинец минус вот есть у нас пластины скажем так положительные или плюсовые пластины они сделаны у нас из диоксида свинца вот если взять их посмотреть эти будут у нас такие коричневатые это такие сероватые будут ну как цвет свинца скажем так что делается когда аккумулятор вот я сразу нарисовал причины написал точнее не берет заряды быстро закипает не держит нагрузку нагрузочной вилкой вы нагружаете его нагрузочной вилкой а он сразу там проседая до 4 до 3 даже до 2 вольт там и все то есть он там ну вообще никакой нагрузки не держит он быстро разряжается то есть вы его зарядили причем он быстро заряжается до 12 целых семидесятых и очень быстро разряжается то есть подключаете обычную автомобильную лампочку и она его разряжает буквально там за какие-то минуты ну там блин напряжение падает катастрофически то есть это говорит о низкой емкости то есть если подключить эту лампочку она прогорит всего там я не знаю полчаса вот обычные например вот эти вот автомобильные лампы они там бывают насколько 50 ватт ну одну спиральку вы подключаете например 25 ватт это получается там где-то 3-4 ампера вот но если две спиральки подключаете вот и вот эта лампочка сажает его допустим ну там за полчаса за час то есть представьте за час полностью аккумулятор сажает током разряда 4 ампера это говорит что емкость вот такого большого аккумулятора всего 4 ампера то есть это очень очень мало и соответственно не очень низкая емкость и вот тогда принимается решение переполюсовки аккумулятора что делается обычно у нас заряжается например если это плюс это минус это минус меняются полюса то есть разряжается сначала в ноль то есть вы вольтметром дотрагиваетесь до клемм там 0 вольт и вы потом плюс переносите вот сюда плюсовую клена клемма минус сюда то есть вы как бы переделываете полюса у вас получаются плюсовые пластины становятся минусовыми а минусовые плюсовыми то есть это такая своеобразная полюс переполюсовка и вы начинаете заряжать аккумулятор именно с другими полюсами сразу ребята хочу сказать почему старые аккумуляторы как бы можно было переполюсовывать для сейчас какие-то можно переполюсовывать какие-то новые аккумуляторы вообще смысла нет никакого когда переполюсовка нам не поможет это если осыпались у нас пластины то есть электролит внутри банок у нас черный либо в одной банке он черный либо там буро-коричневый вот если банку у нас замкнула такое тоже бывает то есть вы на клеммах напряжения смотрите вас не 12 7 например а 10 открутили пробочки посмотрели одна банка темная все говорит капец этой банке пришел можно как-то попробуйте и восстановить но как правило это не целесообразно уже если аккумулятор у нас разбух то есть бывает аккумулятор вот тут вот с боков он вот так вот становится круглый даже здесь вот круглый становится то есть это говорит о том что все скорее всего банки разрушились там пластины от высоких напряжений покоребила то есть восстанавливать скорее всего тоже смысла нет никакого и вот самое легкое недостаточно электролита бывает электролита в него нет вообще и метод переполюсовки и вообще нецелесообразен то есть вам стоит сначала добавить электролит внутрь этого аккумулятора вот такая беда бывает с необслужимыми аккумуляторами то есть сверлится где-то вот здесь вот либо вот здесь вот отверстие добавляется шприцом туда электролита для начала нужно зарядить с электролитом с как бы с уровнем электролита и тогда может быть у вас аккумулятор будет работать вот вот именно вот в этих случаях он не поможет но так как сейчас пластины становятся тонкие их от напряжения прям выгибает то есть она должна быть ровная и вот так вот гнет и они ломаются эти все пластины особенно страдают у нас плюсовые вот из диоксида свинца то есть очень быстро они осыпаются не знаю качество просто падает в разы и старые советские у меня по-моему дождет стоит там каких-то годов 80-х я больше всего думаю что если сейчас попробовать его переплюсовать двойной двойным методом переполюсовки он еще возьмет в себя какую-то емкость разобьются там сульфаты и он будет прекрасно работать вот и вот в этих моментах не поможет но если у вас аккумулятор какой-то серьезной фирмы вы знаете что мы допустим пластина вас не осыпались электролит прозрачный свежий но есть белый налет так называемый сульфат свинца когда вот эти вот пластины у нас запаковывается белым налетом тогда тоже падает емкость аккумулятор все вот эти вот причины у нас опять же таки проявляются вот но тогда можно попробовать его переплюсовать как я сказал меняется но вот процесс разряжаем аккумулятор в ноль то есть вешаем на клеммы какую-то нагрузку ну берем там допустим лампочку какую-то ну большие лампочки я вам не рекомендую возьмите какую-то маленькую лампочку вот и этой лампочкой разрядите аккумулятор то есть до прям нуля чтобы лампочка у вас не горел чтобы прям поднесли клеммы клемма мультиметра чтобы у вас там прям был ноль дальше разряжаем заряжаем разными полюсами то есть меняем полюса это тоже думаю понятно ток заряда не больше двух ампер вот это важно ребят если вы будете переполюсовывать ваш аккумулятор начнет очень сильно нагреваться вот у меня я замерял своим пирометром он где-то бывало до 60 градусов цельсия если он вас нагревается до 60 градусов цельсия это верхняя такая отметка которая уже является критической вот в основном я планирую ну как бы не то что планирую рекомендую вам держать где-то 50 градусов 50 градусов если у вас кстати напряжение даете 14 2 14 4 вольта если у вас температура уже выше 60 градусов опускайте ток до полутора ампер напряжение сделайте 14 2 там не 14 4 даже 14 сделайте но меньше 13 8 не опускайте и вот таким вот макаром заряжайте ваш аккумулятор он должен зарядиться у вас как обычно это бывает до 12,7 конечно когда вы будете заряжать напряжение у вас вырастет до 14 2 вот баночки например начнут там кипеть в определенный промежуток времени значит он у вас зарядился вот снимаем его и проверяем опять нагрузочной вилкой скажем так нагружаем если есть такая нагрузочная вилка как правило сульфаты разбиваются сульфаты свинца разбиваются и он переполюсованный восстанавливает емкость то есть это вот ну как бы он не до 100 процентов восстанавливает обычно бывает до 80 процентов восстанавливает вот но я пользовался методом двойной переполюсовки то есть я вот его плюс сюда минус сюда переносил дальше я его опять же разряжал лампочкой и потом опять переносил нормально плюс сюда минус сюда то есть вот здесь вот то есть сначала так переносим потом опять переносим плюсы и двойная двойное повторение то есть опять мы разряжаем его в ноль и заряжаем вот именно с плюсом и с минусом. И таким образом, если у вас дело только в сульфатах, сульфаты реально разбиваются. Они разбиваются, и ваш аккумулятор приобретает достаточную емкость. У меня такие аккумуляторы ходили еще по 2-3 года. Это как бы борьба такая с сульфатами свинца. Но опять же, ребят, повторюсь, переполюсовка аккумулятора как восстановление. Не поможет, если у вас вот эти проявились там осыпания, замыкания, разбухания аккумулятора. Они не помогут. Также, ребят, будьте осторожны. Заряжайте токами не больше 2 А. Если у вас переполюсовка будет идти с токами выше 2 А, то пластины плюсовые, они и так ослабленные, допустим, в изношенном аккумуляторе. Они могут до конца убиться. Если у вас какой-то нонеймный аккумулятор, тоже думайте 10 раз. Вы можете его банально добить. Бывает не очень хорошего качества аккумулятора. Заряжайте током тогда в 1 А. Пусть он у вас стоять там будет 2-3 суток. Но чтобы он не очень сильно нагревался. Именно от высокой температуры и от высокого тока. 2 А при методе переполюсовки это достаточно высокий ток. Потому что вы переформатируете вот эти вот пластины. И чтобы переформатирование прошло нормально, токи должны быть невысокие. Запомните, 2 А выдержат не каждые пластины. То есть, если вы не уверены в своем аккумуляторе... То есть, сейчас вот опять не реклама. Если у вас не ваш, не Bosch, не Varta, там, не какие-то другие, там, не тюменьские какие-то аккумуляторы, да, то не рискуйте. Если какой-то у вас китайский нонейм, вы там даже не слышали таких фирм, ну, просто вот купили, ну, или машину купили, да, с таким аккумулятором, то вот токи там 1-1,5 А должны быть. Вот, в принципе, и все. Ребят, то есть, делайте переплюсовку. Иногда она реально помогает, но если у вас дело вот в этих причинах, это вам не поможет. В принципе, к переплюсовке отношусь нормально. Сам восстанавливал аккумуляторы, ходили по 2-3 года после переплюсовки. Это уже давно известная технология. Я ей пользуюсь уже лет, наверное, 10-15. На этом все, ребят. Всем пока. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делайте репосты. Пусть это видео увидит больше народу. На этом все. Всем пока.